Всем привет, дорогие мои! Как-то записывая видео о моем отношении к органической косметике, я упустила тот факт, что ведь есть еще органическая декоративка. Более того, у меня есть чем сравнить, потому что у меня есть несколько позиций, пару средств из Color Caramel, которые позиционируют себя как профессиональная органическая декоративная косметика. И есть еще средства профессиональные и другие, с чем можно бы сделать сравнение. В декоративной косметике тем более нельзя отдавать предпочтение средствам только потому, от одного названия органик, а декоративная косметика должна в первую очередь отрабатывать себя как декоративная косметика. То есть тональный крем должен хорошо скрывать, тени должны выполнять свою задачу, при этом не сыпаться, так как это делает профессионалка. Либо же хорошего качества масс-маркет. Поэтому здесь давайте мы сделаем сравнение именно как ведет себя органическая декоративка на лице без повлажек на ее состав. Я буду на одну часть лица наносить BB-крем, BB-крем Color Caramel, у меня 11 номер, а на правую часть я ему сделаю серьезную задачу, нанесу профессиональный тональный Make Up For Ever, Ultra HD, это новая тоналка. Во-первых, лицо после увлажняющего крема слегка блестело, и вот я наношу сразу на эту часть, и видно покрытие. Не забыть бы, что на одну, только на одну сторону наношу. Как утверждают продавцы Color Caramel в Украине, дистрибьюторы этой марки, их можно наслаивать, это средство. Да, средство наслаивается хорошо. По ощущениям оно, знаете, такое вот как холодок. Легкий холодящий эффект. Я использую его примерно где-то с лета 2015 года, то есть уже можно сказать полгода. Ну, периодически, не каждый день, периодически к нему вращалось. Но именно летом он, по сравнению с другими тональными средствами, он хорошо себя оправдывает тем, что он не забивает поры, он лежит как BB-крем действительно, совсем чуть-чуть, да. Но из минусов то, что он не перекрывает то, что вы хотите скрыть. Ну, вот можно сейчас наблюдать. То есть здесь, на этой стороне сейчас нет никакого тонального крема. Здесь нанесен BB-крем. Он дает такой легкий блестящий эффект. Блестящий в смысле, как влажная кожа. Поэтому, если вы хотите уйти от глянцевости лица, если вы хотите уйти от каких-либо поблескиваний, а-ля здоровый или а-ля жирный, не знаю, каждый выбирается самостоятельно, то тогда вам без этого не обойтись. Поэтому здесь нужно еще использовать дополнительно пудру. И летом я так и поступала, чтобы не ходить, не блестеть. И использовать его только с пудрой. Пудра у меня Шанель. Роскошно выполняет свою задачу. Перекрывает блеск не только продуктов Шанель, но и других остальных вместе взят. Теперь давайте мы посмотрим, как работает Ультра HD. Кстати, в ролике про стрижку, там, где был рыжий цвет, вы говорили, что «Ой, Оксана, так хорошо рыжий цвет и все такое». Я говорю, да нет, да нет, у меня красное лицо. А вы мне снова пишите, да не видно ж красного лица. Не видно было, потому что был профессиональный тональный здесь. Как раз таки вот этот Ультра HD, который снимает красноту. Ну, в принципе, я вам сейчас его и покажу. Но есть минус, как и у всех профессиональных тональных, то, что его нельзя использовать каждый день. Поэтому это его существенный недостаток, потому что... Потому что, блин, что с этим делом с этим словом паразитов? Так, смотрите, что мы имеем сейчас. Наношу кистью. По моим ощущениям, этот более преобразуется в пудру Ультра HD. Так, и он именно для съемки, конечно, лучше, значительно. Ну, состав, хотя они говорят о том, что в магазине, там, где я его покупала... Кстати, цена – это его второй недостаток существенный, потому что, зараза, стоит как самолет. Ну, тональный крем – это дорого для тонального крема, такая цена. Но он работает хорошо именно на камеру. И даже сейчас вот я не использовала пудру, но как такового поблескивания нет. Вот, давайте, чтобы быть совсем честным, я нанесу еще сюда пудру сверху. То же самое. Так, давайте посмотрим итогово. На правой стороне был профессиональный, на левой стороне был профессиональный BB органический. Напишите, пожалуйста, какой эффект вам нравится больше. Если рассмотреть близко в зеркало, не знаю, сможете ли вы это заметить или нет. У меня ощущение, что вот этот даже через пудру начинает через время блестеть. У него нет преобразования в пудру собственного, то, как это делает тональный крем профессиональный. Я не знаю, может быть, я просто у них не пробовала именно тонального крема, да, не BB, а именно тональный. Так, теперь следующий эффект. Давайте мы с вами сравним по теням для лица. Я что буду сравнивать? У меня есть вот такая вот палитра. Здесь дуэтик теней. Вот такой вот, о господи, залапана. Сейчас, секундочку, подождите. Вот такая вот палитра. И сравнивать мы их будем с новой палеткой, которая сейчас пришла в магазины Украины, по крайней мере. В России, я знаю, продается давно. Это вот такая вот Maybelline New York Nudes. Вот такая вот палеточка. Блин, что за вот это ощущение? Вы мне пишите, что у меня усы под носом. Я вам готова доказать, что у меня это такое ничего подобного. Потому что падает свет, главное, с одной стороны. Я уже отражатель поставила. Значит, здесь в этой палетке должна вам сказать, что есть прям перламутровые оттенки, есть средние, сатиновые. Вот возьму вот этот. Матовые. Матовые мне понравились больше всего. А вот перламутровые оттенки безбожно в палетке Nudes отсыпаются. Только за это ей троечка. Потому что перламутр к вечеру весь вот здесь вот на щеках. Так, по тушевке. По тушевке как лежит. Мне нравится больше Color Caramel. Вот этот. Потому что здесь он растушевывается более мягко. И он лежит именно как сатин. Этот нюдс, Maybelline Nudes, больше имеет, конечно, палитру за те же деньги. Но он больше похож... Ну, у него хуже растушевка. То есть ему нужна база, либо пудра, либо какие-то еще другие профессиональные примочки. Ой, это я взяла темный оттенок слишком. Ну, давайте будем его тушевать и смотреть, что получается. Один глаз темнее получился, один светлее. Ой, типа, я же писать, это еще та забава, я вам скажу. Заодно сможем посмотреть, как работает вот этот вот эффект бабочки новой. L'Oréal Paris Tush. Пишут, что это инновационная кисточка. Самая, что ни на есть, инновационная из всех инновационных. Все, кто старше 35 лет, еще помнят ленинградскую тушь. По крайней мере, ну, может быть, если вы младше, то вы могли замечать ее у своей мамы. Эта кисточка в аккурат скопирована оттуда. Ничего здесь инновационного абсолютно нет. Но то, что она работает, как эффект раскрывающих распахнутых ресниц, только лишь за эффект такой вогнутой расчесочки. Я когда-то делала ролик на эту тему, называется, посмотрите на канале, я знаю в тушах толк. И суть его сводилась в том, что вот такие силиконовые щеточки, расчесочки, подходят тем, у кого ресницы свои маленькие по высоте, да, по длине, но густо посажены, пушистые. Вот тогда прочесывать есть что. Если же свои ресницы, как в моем случае, редкие, но длинные, то такие расчески будут истинный ад и мучения. Посмотрите, пожалуйста, как вы смотрите, как это смотрится на камере, как это смотрится по ту сторону. Пишите в комментариях, что вам понравилось или что осталось непонятным. Пишите также, пробовали ли вы те продукты, которые я вам сегодня показала, и какое у вас вообще ощущение от декоративной органической косметики. На ваш взгляд, это совместимое понятие, органическое, еще и декоративное. Увидимся с вами в новых роликах, пообщаемся в комментариях. С вами была Оксана Терехова. Всего доброго. Пока-пока.